В Чебоксарском дворце детского и юношеского творчества прошел концерт воспитанников. И в этот раз зрителей порадовали воспитанники вокально-эстрадной студии «Мечта». Музыкальный коллектив в этом году отпраздновал свое десятилетие. Десять лет назад вокальная студия базировалась в маленькой комнатушке дворца детского и юношеского творчества. Но занятия туда ходили всего несколько человек. Теперь же в просторном кабинете эстрадной песни еле хватает места всем участникам. Бессменный руководитель студии «Мечта» Екатерина Махалкина старается, чтобы каждый воспитанник научился петь красиво и правильно. За все эти годы коллектив, ребята зарекомендовали себя с положительной стороны. Наши ребята принимали участие в творческих конкурсах вокалистов, таких как «Золотая копея», «Золотая осень», «Жемчужная копея», «Голос столицы», «Волшебный голос». Также на таких международных, как «Национальное достояние», «Унисон», «Адрес детства России», где заняли все практически призовые места. С каждым годом желающих красиво петь становится больше и вместе с тем увеличиваются награды за лучшие выступления в городских и межрегиональных конкурсах и фестивалях. Максим Короткий и Лера Сидоренко – постоянные победители всевозможных конкурсов. Я хожу в этот коллектив уже с пяти лет. Мне очень нравится сюда ходить. Я научилась петь. В международном конкурсе я заняла второе место. Недавно в «Голосе столицы» заняла первое место. Выходить на сцену и выступать перед зрителями хотят почти все. Но перед этим нужно хорошо подготовиться. Чтобы выступления были красочными и интересными, воспитанники учатся танцевать и ставить сценки. И главное – создать образ и костюм. Каждая песня старается подготовить особенный костюм. На десятилетии коллектива выступали самые лучшие вокалисты. Со сцены звучали русские и чувашские песни. Не остались в стороне и хиты зарубежной эстрады. У каждого возраста своя песня. Екатерина Махалкина нашла подход и к детям всех возрастов. Она за несколько занятий угадывает желания участников и вопощает их в жизнь. Как мечту. Светлана Лекимова, Александр Петров, Республика.